Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале на котором вы всегда услышите правду по поводу танков и всего что в игре происходит. И в сегодняшнем видео мы поговорим с вами о Шеридане Ракетном, который буквально через пару часов появится в ивенте в нашей игре, если все сложится хорошо. Многие игроки будут иметь возможность получить данную машину абсолютно бесплатно, правда на нее придется существенно запотеть. И сразу возникает вопрос, а точно ли вы знаете, что такое Шеридан Ракетный и уверены в том, что он вам действительно нужен? Своё мнение по поводу танка буду рассказывать в течение всего видео, ну а подсуммируем всё это дело в самом конце. Для начала стоит отметить, что Шеридан Ракетный, он вообще, можно сказать, ничем не улекален, если использовать его как обычный танк. Но как обычный танк использовать его не сможете по одной простой причине, потому что играть сможете только вот в этих фановых режимах, типа гравитации, гравитайзинга, бигбосса и так далее. И проблема заключается в том, что реализовать потенциал данной машины и в частности получить кайф от игры на данном танке у вас не получится, потому что большинство из этих режимов просто не предусмотрены для Шеридана Ракетного. В отношении сравнения с Шериданом обычным, стоит отметить, что эти две машины полностью одинаковые. За исключением того, что у Шеридана Ракетного, как вы знаете, есть ракеты. Все остальное здесь по ТТХ практически то же самое. Подвижность та же самая, 65 вперед, 28 назад. В отношении того, чтобы можно было отыгрывать по снарядам, то уровень пробития 230, 310 и 90 сохраняется для всех снарядов точно так же и на Шеридане обычном. Единственное, что, как я уже сказал, на Шеридане обычном ракет нет, а на этом, соответственно, присутствует. То же самое касается урона и все то же самое касается углов склонения орудия, но есть все-таки небольшая разница. Время сведения 4,4 против ровно 4 секунд у Шеридана проходного в отношении разброса 0,385. Здесь у нас все одинаково, ну а что касается ДПМа и времени перезарядки, то разница есть, потому что обычный Шеридан перезаряжается 13 секунд, а этот, грубо говоря, 14. Соответственно, ДПМ 2410 против 2570 у обычной проходной машины. Во всем остальном танки полностью одинаковые, поэтому если будете играть на Шеридане ракетном, исключительно в режимах, как я уже говорил, и при этом всем будете играть без использования ракет, то, соответственно, вы будете играть как на обычном проходном Шеридане. А в отношении ракет стоит отметить, что стоимость одного выстрела будет составлять для вас 3600, и этот танк предусмотрен для тех, кто действительно готов платить серебром за получение удовольствия от использования уникального орудия. Ну а насколько оно уникальное, сейчас посмотрим с вами в первой попавшейся катке. Ну что ж, друзья, давайте будем начинать. Всегда начинаю с подвижности и маневренности, но поскольку от Шеридана проходного данная машина ничем не отличается, не имеет смысла акцентировать на данных вопросах внимания. Давайте все-таки сакцентируем внимание на том, что предоставляет вам Шеридан ракетный и какие основные плюсы и минусы. Плюсом Шеридана ракетного всегда было и есть на данный момент, хотя сложно реализуемо, является то, что вы можете стрелять из-за каких-то холмов и укрытий, при этом в вас попасть не могут, а вы можете запустить ракету по вот такой вот дуге, ну и, соответственно, приземлить снаряд сверху на своего соперника, либо где-нибудь в бортинку, если нормально приноровитесь. Но, есть нюансы. Первый нюанс заключается в том, что, как я уже говорил, играть на нем можно только в режимных боях, то есть в фанах, ну и в фан-режимах, таких как гравитация и гравитайзинг, допустим, соперники постоянно меняют свое местоположение и, соответственно, вы не можете быть уверены в том, что ваша ракета долетит до вашего соперника в нужный момент, потому что, когда вы выпускаете свой снаряд, то бишь свою ракету, в обычном бою танки находились бы плюс-минус статически на поверхности, ну и, соответственно, даже если бы двигались, то двигались в пределах нескольких метров от той точки, где изначально находились, ну и, соответственно, в таком случае, вот как сейчас, вы имеете возможность довернуть свой снаряд, довернуть свою ракету и попасть все-таки в своего соперника, то бишь у него практически нет шансов куда-то убежать, а в гравитайзинге, гравитации, ну, в частности, в первую очередь в этих режимах, вашего соперника в любой момент может куда-то откинуть снарядом вашего союзника, и это проблема, потому что в таком случае вы просто профукали свою ракету и не запустили ее в красного своего товарища, но есть, попасть попал, пробить не пробил. Также стоит отметить существенный минус данной машины, и это то, что играть на данном танке на телефоне практически невозможно. Управлять ракетами действительно очень сложно. Для того, чтобы запускать ракету, как я уже сказал, необходимо давать гуду-гун, то есть надо зафиксировать свое орудие в верхнем положении, в таком положении выпускать снаряд, если вы прячетесь за каким-то укрытием, ну и, соответственно, подправлять снаряд в своего соперника. А на телефоне это сделать действительно сложно, это на компении сильно легко. Ну а про мобильное устройство я уж и молчу. Также стоит отметить, что Шеридан ракетный крайне картонен, и я думаю, что те, кто играли на Шеридане обычном, понимают, о чем я говорю, и поэтому если вдруг вы где-то попадаете в какой-то замес, то будьте готовы сказать до свидания. И это тоже действительно очень удручает, потому что тебе хочется поиграть на данной машине, позакидывать ракеты, но у тебя это не получается успевать делать исключительно по времени, сколько ты в бою проводишь. Также, как вы видите, вот сейчас я сфейлил снарядом по одной простой причине, потому что в момент выстрела, точнее после того, как я выстрелил, меня подбили, ну и, соответственно, меня отбросило. Я сразу перестал видеть свой прицел, и куда полетел мой снаряд, одному богу известно. Но, если бы это все происходило в обычном бою, там, где от выстрела тебя не подбрасывает, и для тебя выстрел не является, точнее попадание по тебе, не является причиной сбитого твоего прицела, кроме как кританутый наводчик, ну, тогда игралось бы существенно проще. Ну, давай, родимый, приземляйся, обычным снарядом тебя добирать будем. Даже обычным не успеваю его добрать. В общем, получить истинное удовольствие от игры на данном танке, тогда, когда тебя постоянно швыряют по всей карте, и то же самое происходит с твоими соперниками, действительно очень сложно. За бой вы сможете сделать несколько удачных выстрелов, да, вы сможете запустить несколько ракет, но при этом все, будьте готовы к тому, что будете вы это делать нечасто. Грубо говоря, там, 3-4 выстрела за бой, это как максимум. И это правда жизни Шеритона, а точнее, правда, в данном случае смерти этой машины. К сожалению, ее убили. Ее убили тогда, когда вывели ее из обычных боев, а с другой стороны, внесли порядок и баланс в 10 уровень. Потому что тогда, когда машина игралась в обычных боях и была проходной тачкой, а да, Шеридон ракетный когда-то был проходным танком вместо Шеридона обычного, некоторые ребята научились настолько круто играть на данной машине, что достать их из какого-нибудь укрытия было крайне сложно, а все их снаряды ракетные прилетали точно в цель. И это составляло существенный дискомфорт для большинства игроков. В данном бою я занимаю третье место в команде по урону. Я не могу сказать, что это плохой результат. И уже большое спасибо. Кто-то скажет, что можно играть на нем, в принципе, как на обычном Шеридоне и использовать обычные снаряды. Но тогда возникает вопрос, а зачем тогда вам Шеридон ракетный, если не для того, чтобы эти ракеты использовать? Возьмите все это на заметку для того, чтобы подумать над тем, действительно ли вы хотите себе Шеридона ракетного, потому что, как я знаю, в ивенте можно будет взять другие награды вместо Шерика. Но скажу откровенно, если бы Шеридона ракетного у меня не было, я бы обязательно запотел в любом квесте и любом ивенте на то, чтобы получить его. По одной простой причине, потому что это действительно уникальная машина, с действительно уникальным геймплеем. И да, пускай не во всех режимах он реализуем, но все-таки периодически поиграть на нем хочется. И именно из-за этого я бы сделал все возможное для того, чтобы данную машину получить. Безусловно, в пределах своих реальных возможностей как танкиста. Я пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам не говорю подумать над тем, забирать себе Шеридона или нет. По-моему, здесь ответ очевиден. Да, действительно, забирать. Только помните, что если вы собираетесь забирать Шеридона ракетного в первый раз и будете его планировать продавать для того, чтобы получить голды, то много вы не получите. Всего лишь 10 золотых монет. А вот если вы являетесь обладателем Шеридона ракетного, то рассчитывайте на 551 золотой. В случае, если заберете себе Шерика, именно такую компенсацию вы получите по результатам прохождения ивента, который подготовили для нас разработчики. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.